Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Скоро Новый год, а значит к нему уже нужно начинать подготовку. И я решила к Новому году к этому связать вот такой вот новогодний колпачок. Шапочку новогоднюю. Для вязания нам нужно будет три цвета пряжи. Основной это красный, немножко белого и совсем чуть-чуть зелененького. Но при желании вы можете использовать чисто белый, либо какие-то свои цвета, как вам больше нравится. Также нам будет нужен крючок, который соответствует размеру нашей пряжи. У меня это троечка. И ножнички, чтобы обрезать нитки. Шапочку вы можете вязать на любой размер, то есть как на ребенка, так и на взрослого. Ничего сложного в этом нет. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашей шапочки. Итак, начинаем наше вязание. С того, что делаем скользящую петлю или кольцо амигуруми. Набрасываем на два пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь получается крестик. Теперь между ниточками заводим крючок и вытаскиваем вот таким образом петельку. Снимаем с пальчиков. Набираем три воздушные петли. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. Теперь в колечко вяжем второй столбик с накидом. Дальше третий. Четвертый. Пятый. И так до тех пор, пока у нас в кольце не будет 12 столбиков с накидом. Вот у меня получилось в колечке 12 столбиков с накидом. Теперь затягиваю кольцо максимально, насколько это возможно. И нахожу здесь 1, 2, 3, третью петельку подъема. Соединительной петлей закрываю вязание. Теперь набираю три воздушные. Раз, два, три. Это первый столбик с накидом над вот этим столбиком. В следующую петельку вяжу второй. Вяжу под две стеночки. То есть в следующую петельку третьей. Вот две стеночки. Третий столбик. И так провязываю в каждый столбик предыдущего ряда по столбику с накидом. То есть всего в этом ряду у нас также будет 12 столбиков с накидом. В конце ряда в третью петельку мы присоединяемся. Соединительной. Дальше набираем три воздушные. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. Теперь делаем столбик с накидом в эту же петлю, куда присоединялись. То есть у нас в одной петельке было два столбика. В следующую петлю вяжу один столбик с накидом. В следующую два. Первый. И второй. Дальше опять один столбик. И вот так вот чередуя один столбик, два, один, два, мы провязываем до конца ряда. В конце ряда в третью петельку подъема мы присоединяемся соединительной. Набираем три воздушные. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. И дальше в каждую петельку мы с вами будем провязывать по одному столбику с накидом. Провязали в следующую. В следующую. И так провязываем до конца ряда. В этом ряду у нас получилось 18 столбиков с накидом. Теперь мы, как обычно, в третью петельку соединительной присоединяемся. Делаем одну воздушную и обрезаем ниточку. Теперь смотрите, мы берем следующий цвет. У меня это вот такой вот темно-зеленый. И будем один ряд провязывать этим цветом. Мы находим с вами любой промежуток. Можете где-то вот здесь, где закончили, где хотите. И между нашими столбиками заводим крючок. Вытаскиваем ниточку. Провязываем три воздушные. Раз, два, три. Это будет столбиком с накидом. Теперь находим следующий промежуток. Вот он. И в него вяжем столбик с накидом. То есть мы с вами вяжем не в петельке, а между столбиками. Находим следующий промежуток. Вяжем в него. То есть таким образом мы с вами провязываем до конца ряда. И всего у нас должно также получиться 18 столбиков с накидом. В конце ряда мы опять в третью петельку присоединяемся соединительной. Делаем одну воздушную и обрезаем зеленую нитку. Дальше мы вновь с вами берем красный цвет. И между нашими столбиками в любом месте вытаскиваем нитку, набираем три воздушные. Раз, два, три. И теперь вяжем дальше в следующий промежуток столбик с накидом. И провязываем этот ряд полностью столбиками с накидом в каждый промежуток. То есть без всяких прибавок, убавок. То есть у нас всего будет опять 18 столбиков красным цветом между нашими вот этими зелеными столбиками. В конце ряда мы присоединяемся в третью петельку соединительной. Набираем три воздушные. Раз, два, три. Делаем столбик с накидом в эту же петлю, куда присоединились. То есть у нас сейчас в одну петельку получилось два столбика. Дальше вяжем в следующую петлю один столбик. И в следующую, то есть не в ту, которую сейчас вязали, а в следующую вяжем один. То есть мы провязали с вами следующие две петли по одному столбику с накидом. Теперь в следующую единичную петлю вяжем два столбика вместе. Раз, два. В одну петельку. Теперь по одному столбику провязываем две петли. Раз. И следующая петелька два. То есть мы с вами провязываем два столбика вместе, вот как вот здесь, два в одну петлю. По одному в каждую петлю в следующую. То есть у нас получается два вместе, два отдельно, два вместе, два отдельно. И так мы с вами провязываем до конца ряда. Замыкаем ряд в третью петлю, как обычно. Дальше набираем три воздушные. Раз, два, три. Это наш первый столбик с накидом. И теперь в следующую петельку вяжем один столбик с накидом. И продолжаем вязать по одному столбику в каждую петлю без прибавок. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда, как обычно, в третью петельку мы присоединяемся. Соединительной. Делаем одну воздушную и обрезаем нитку. Дальше я беру белый цвет нити. Все вот эти хвостики мы уберем в конце вязания. Сейчас как бы не будем на этом акцентировать. Нимание. И теперь смотрите. Мы находим опять серединку между нашими столбиками. Заводим крючок. Вытаскиваем нитку. Набираем три воздушные. Два, три. Это наш первый столбик с накидом. В промежуток. И дальше, во все следующие промежутки, вот эти вот между столбиками, мы вяжем по одному столбику с накидом. То есть у нас здесь не будет ни убавок, ни прибавок, ничего. Просто между столбиками мы вяжем по столбику с накидом. И так провязываем до конца ряда. В конце ряда мы присоединяемся в третью петельку белую. Соединительной. Делаем одну воздушную. И обрезаем ниточку. Дальше берем вновь красный цвет. Находим промежуток между белыми нашими вот этими вот столбиками. Вытаскиваем нить, набираем три воздушные. Раз, два, три. И теперь точно так же, как и белый ряд, мы в промежутке между столбиками предыдущего ряда вяжем столбики с накидом. То есть в каждый промежуток по столбику с накидом. И таким вот образом провязываем до конца ряда. В конце ряда в третью петлю я вяжу соединительную. Убираю три воздушные. Раз, два, три. И в эту же петельку, куда присоединилась, вяжу столбик с накидом. То есть мы в одну петлю провязали два столбика. Теперь в следующие три петельки буду вязать по одному столбику. Раз в следующую петельку, в следующую, два, в следующую, три. Теперь опять два столбика вместе в одну петлю. Первый и в эту же петельку второй. Теперь раз, два, три столбика по одному. Раз, два, три. Теперь опять два вместе. Раз, два. И таким образом провязываю до конца ряда. Три столбика по одному, два вместе. Три по одному, два вместе. В конце ряда в третью петлю присоединяемся. Делаем три воздушные, раз, два, три. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по столбику с накидом, без прибавок этот ряд. Провязываем так до конца. Присоединяемся соединительной в конце ряда. Делаем воздушную и обрезаем ниточку. Следующий ряд мы с вами будем вязать зеленым цветом, точно так же, как вязали вот здесь. То есть каждый промежуток будем вязать зеленый столбик с накидом. И так будем провязывать по кругу. Вот я провязала зеленым цветом в каждый промежуток вот сюда вот. Провязала столбик с накидом. Теперь, как обычно, в третью петельку я присоединяюсь, вяжу воздушную и обрезаю нить. Следующий ряд у нас будет красным цветом. Смотрите, дальше мы будем продолжать вязать по такому же принципу, увеличивая наше изделие, чтобы оно подходило нам на обхват головы. То есть в зависимости от того, на кого вы вяжете, то есть на ребенка или на взрослого, вы будете расширять ваше изделие. Каким образом? Вот этот вот первый ряд мы не считаем с вами. Мы начинаем считать вот со второго ряда, в котором у нас было 12 столбиков с накидом. Дальше, после этих 12 столбиков с накидом у нас был ряд, где было 2 столбика в одну петлю и 1 отдельно. 2 столбика, 1 отдельно. Следующий ряд у нас был полностью столбиками с накидом в каждую петельку без прибавок. Дальше мы поменяли цвет и в промежутке вязали без прибавок. После мы вновь поменяли цвет и начали у нас как бы по новой начался, вот как мы вот здесь начинали. То есть вяжем столбики с накидом без прибавок. То есть это был как наш вот этот вот первый ряд, там где было 12 столбиков. Дальше у нас идет ряд с прибавками, но только, вот видите, тут была у нас прибавка. 2 столбика в одну петлю, потом 2 столбика отдельно. Здесь был 1, здесь уже 2. Вот, то есть мы дублируем ряды. Следующий ряд, так же как вот здесь, у нас был столбики с накидом в каждую петельку. Точно так же, как вот этот. Следующий ряд мы меняли цвет, как вот здесь вот зеленый был, у нас здесь белый. И мы в каждый промежуток провязывали, как и вот здесь, провязывали наши столбики с накидом. Теперь переходим дальше. Дальше у нас с вами после, вот как после зеленого, да, у нас идет вот здесь вот ряды. То есть они дублируются. То есть следующий ряд после смены нити, после, допустим, вот белого цвета, у нас будет столбиками с накидом в каждую петельку без прибавок. Дальше ряд будет с прибавками. И исключение к прибавкам у нас было то, что в первом ряду у нас было 2 столбика вместе, 1 отдельно. Потом было 2 столбика вместе, 2 отдельно. В этом ряду уже 2 столбика и 3 отдельно. После этого у нас идет столбики без прибавок. Замена цвета. И дальше мы вновь начинаем, так же, как вот здесь, во всех этих рядах. То есть следующий ряд у нас будет, как вот этот, столбиками, без прибавок. А дальше, там, где у нас должна быть прибавка, если вот здесь у нас было 3 отдельных столбика, то мы будем дальше вязать в том ряду, где должна быть прибавка, 4 столбика. Потом вновь после 4 столбиков вяжем прибавку. Опять 4 столбика и так провязываем. Следующий ряд у нас будет опять столбики с накидом, без прибавок. Опять замена цвета. Так как вот здесь был зеленый, то следующая замена будет белый. И так каждый раз, собственно, здесь у нас меняться будет только тот ряд, там, где у нас идут вот эти вот прибавки. То есть если здесь, в первом ряду, там, где вначале столбики с накидом, без прибавок, потом с прибавкой ряд, там, где 2 вместе, 1 столбик. Столбики без прибавок, меняем цвет, столбики без прибавок. Дальше по кругу, как вот здесь начинаем. Столбики без прибавок, столбики с прибавкой, но уже здесь у нас будет 2 отдельных столбика. Здесь был 1, здесь 2. Дальше опять столбики без прибавок, меняем цвет. Цвет мы всегда меняем без прибавок, провязываем. Дальше опять у нас, как по кругу идем, опять столбики без прибавок, столбики с прибавками. То есть здесь было 2 столбика свободных, 2 отдельных столбика, здесь уже 3. В следующем ряду точно так же будет 4, потом 5, 6, 7 и так пока вы не дойдете до нужного вам расширения вашей шапочки. Я надеюсь, что здесь будет все понятно. То есть если вам будет проще, можете себе прям вот так вот расчертить. То есть я вот примерно, скажем так, расчертила, что первый, второй, третий, четвертый, пятый ряд, то есть первый это можно считать, что нулевой, да, ряд. Его можно не считать, это самый первый ряд, нулевой наш, который вот этот начальный. Вот, начиная со второго ряда, вот отсюда вот, вот отсюда у нас было 12 столбиков. То есть видно, что во втором ряду прибавок у нас не было. В третьем ряду были прибавки, то есть через один столбик. Потом опять без прибавок и без прибавок уже меняем другим цветом. И начинаем опять по новой, точно так же, как было вот здесь. Здесь вот было без прибавок и здесь без прибавок. Дальше поднимаемся. Здесь были прибавки через одну, значит здесь через две. Поднимаемся выше, здесь без прибавок, без прибавок. И вот здесь меняли цвет, и вот он белым цветом меняем следующий ряд без прибавок. Ну, в принципе, я думаю, вы здесь не запутайтесь, потому что ничего здесь сложного нет. Самое главное, обращайте внимание, сколько прибавок у вас было вот в предыдущем ряду, там, где у вас был ряд с прибавками. Если там два, значит вы делаете в следующем ряду три. Если три, то четыре и так далее. И так, пока вы не дойдете до ширины обхвата вашей головы. Вот я провязала до необходимой мне ширины моей шапочки, то есть она полностью уже надевается на голову. И у меня получилось, вот видите, вот здесь была прибавка, и получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять столбиков до следующей прибавки. Теперь смотрите, нам с вами нужно сделать резинку. Резинку я буду делать белым цветом, вне зависимости от того, что вот здесь я закончила белым. Без разницы, каким цветом вы здесь вязали, резинку лучше сделать белой. Ну, а там смотрите, как вам больше нравится. То есть мы с вами провязали три последних красных ряда, и берем белый цвет. Находим любую петельку, то есть не так, как мы вот обычно ряды вязали, да, в промежуток, а находим именно петельку. Провязываем три воздушные, раз, два, три. И этот ряд мы будем провязывать в каждую петельку по столбику с накидом. То есть не в промежутке, а именно в петельке. Итак, провязываем до конца ряда. В конце ряда мы с вами будем провязывать соединительную вот таким образом, под вот этот вот столбик, вот таким раз, одним махом, и провязали. Теперь набираем с вами три воздушные, раз, два, три. И вот этот, видите, столбик, он уже будет как бы лицевым, рельефным, такой вот выпуклый. Соответственно, теперь мы делаем резинку, следующий столбик, изнаночный. Рельефный столбик. Дальше накид, лицевой. Изнаночный. Лицевой. Изнаночный. И, собственно, так мы с вами провязываем до конца ряда, чередуя лицевые и изнаночные рельефные столбики. Вот я провязала последний столбик, теперь опять соединительную делаю вот так вот, под первый столбик и провязываю. Набираю три воздушные, раз, два, три. И теперь повторяю теми же столбиками, которые были у меня в том ряду. То есть, если вот здесь был изнаночный, значит, я вяжу изнаночный. То есть, первый вот этот выпуклый, он будет как вот он, да? Лицевой. Дальше лицевой. Дальше вновь изнаночный. Здесь уже просто, потому что мы с вами в том ряду провязали лицевой, изнаночный. И так провязываем с вами до конца ряда. Конец ряда мы вновь присоединяем вот таким образом, как и в прошлом и позапрошлом ряду. То есть, вот так заводим крючок, вытаскиваем и провязываем. Дальше набираем опять три воздушные и вяжем еще один, два, три, без разницы, сколько рядов резинки. То есть, все зависит от того, что вы хотите получить. Я провяжу еще два ряда, чтобы резинка была не сильно широкая и не сильно узкая. То есть, я вяжу точно так же, где у меня были изнаночные столбики. Вяжу изнаночными, где были лицевые, лицевыми. И каждый ряд я присоединяю точно так же, как мы присоединялись вот здесь вот сейчас. И продолжаю так вязать до нужной ширины моей резинки. Как я сказала, я провяжу еще два ряда. И вот, когда уже резинка закончена, да, мне больше не нужно вязать ряды, я соединительной петелькой присоединяюсь, делаю одну воздушную и обрезаю ниточку. Теперь мне осталось сделать только один помпон, который будет цепляться вот сюда вот на наш вот этот вот уголок. Для этого я беру ниточку и вот так вот наматываю на руку. Чем больше мы намотаем, тем пышнее будет помпон. Но для этой шапочки, ну, мне кажется, сильно такой пушистый не особо подойдет, поэтому наматываем средний. Хотя, в зависимости от того, что вы хотите, можете наметать и побольше. Когда мы намотали нужное количество нитки, мы аккуратненько снимаем. Обрезаем эту нить и сантиметров плюс-минус 20 мы отрезаем еще ниточку белую, чтобы сейчас мы могли с вами, во-первых, протянуть вот так вот через наши все нитки вот так вот в серединку. И завязываем узелок. Раз. И еще раз. Дальше берем вот таким вот образом, поворачиваем. И завязываем вот с этой стороны, примерно по серединке, чтобы получилось так же, как листой. Можно еще раз вот так вот обкрутить. И завязываем. Хвостики вот эти не обрезайте, потому что мы с их помощью будем крепить наш помпон к шапке. Теперь наша задача с вами разрезать вот эти вот все наши ниточки. Мы разрезаем так с одной стороны и потом со второй. И со второй стороны поступаем так же, смотрим, чтобы у нас не было неразрезанных вот этих вот ниточек. Вот что у нас получилось. Теперь, когда у нас ниточки обрезаны, мы с вами можем вот здесь вот просто подровнять их. То, чтобы у нас было все ровненько. Смотрим, где у нас что сильно торчит и подрезаем. По нашему вкусу. С одной и со второй стороны. Дальше распушиваем наш вот так вот помпончик. И можем еще немножко пройтись ножничками, если нас где-то что-то не устраивает. То есть какие-то изъяны у нас есть, мы можем их сейчас подкорректировать. Проверяем. И корректируем, если где-то есть необходимость. Дальше мы крепим наш помпон. Вот сюда вот, к вершинке. Одну ниточку вытаскиваем. Дальше привязываем на узелок. Можно сделать еще оборот. Тут уже кому как нравится. И закрепить еще дополнительно, вот с этой стороны. И обрезаем наши ниточки. Вот, собственно, с помпоном мы закончили. Теперь нам осталось вот эти вот нитки, которые у нас были, вот здесь вот, на изнаночной стороне. Позакреплять. Делаем мы это примерно таким образом. То есть вот наша нитка, ну как это делаю я. То есть чтобы никуда они точно не убежали, ничего. Я завязываю их на узелки. То есть разделяю ниточку на две части. Одну часть я протягиваю. И вторую оставляю и завязываю. Таким образом, уже точно никуда эти ниточки не денутся. И обрезаю. Таким образом поступаю со всеми вот этими нитками, которые у меня здесь в серединке. И вот такой вот милый простой новогодний колпачок у нас уже готов. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые мастер-классы. И до новых встреч. Пока-пока.